Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по Третьей книге Царства. И сегодня мы будем читать шестую главу этой книги. Надо сказать, что интерес святых отцов к этой книге был очень огромен, и особенно в той части, где в Третьей книге Царств говорится о построении храма. Поэтому буквально каждый стих шестой главы, где рассказывается о построении храма, он был истолкован. И мы читаем Третью Царств, шестая глава, первый стих. В 480 году по ишествию сынов Израилевых из земли Египетской, в 4-й год царствования Соломона над Израилем, в месяц Зив, который есть второй месяц, начал он, то есть Соломон, строить храм Господу. Давайте посмотрим, какое истолкование предлагает Беда Достопочтенный. Он пишет. Упоминается исход из Египта, когда начались работы по строительству скиний, дабы читателю стало очевидно, какой промежуток времени разделяет сооружение того и другого дома, и дабы он познал духовное таинство, относящееся к этому времени. 4 раза по 120 дает 480, 4 уместо приложить к совершенству Евангелия. По числу евангелистов 120 подходит к учению закона по такому же числу лет законодателя, и в таком же количестве мужей обрела церковь благодатью Духа Святаго в ее самом начале, ясно показав, что пользующиеся законом, подобающие, то есть признающие и принимающие в нем благодать Христову, заслуженно исполняются благодатью Его Духа, которого возгораются любовью к нему, к Богу. Этот трактат Беды Достопочтенного о храме, он здесь выделяет как бы две позиции. Во-первых, связывает построение храма с построением скиний, потому что в смысле благодати одно строение не отличается от другого. Но скиний – это был походный храм, а храм Иерусалимский, храм Соломонов, строился на Святой Земле, уже в Иерусалиме. Впрочем, в понимании древних экзегетов, где храм, там и Святая Земля. И вот, например, книга «Исход», само слово «Исход» предполагает исход куда-то, а не откуда-то. И, казалось бы, книга «Исход» рассказывает только об исходе из Египта, но куда они дошли, она обрывается на их путешествии в пустыне. Но это не совсем так. В книге «Исход» говорится о построении скиний. Значит, они вышли из Египта и пришли к построению скиний. А это уже территория Бога. Каждый храм – это территория Бога. А здесь уже стационарный храм, который неподвижно будет стоять на горе Мария, сколько Господь позволит этому храму. И, с другой стороны, беда «Достопочтенный» выделяет количество праведных людей из тех чисел, которые приводятся, для того, чтобы указать, что храм строится человеческой праведностью, человеческой святостью. Как наши предки говорили, что церковь, она не в бревнах, а в ребрах. И очень важно, когда храм созидается по мере духовного роста общины. И хуже, когда общины нету, а какой-то там спонсор взял, все проплатил. Конечно, это удобно. Община возникнет со временем, но она будет немножко отстранена с себя чувствовать к этому строению. А если храм созидается самими верующими, каждый помнит свою часть, что он отстроил, где он принимал участие со своими сыновьями, с членами семьи. Поэтому есть преимущество у небольших храмов перед крупными такими объектами церковными. Небольшой храм созидается, и все знают, кем, когда и как, какие искушения были, какие переживания были, какие особые благословения давал Господь. Далее мы читаем 2 стих 6 главы. «Храм, который построил царь Соломон, Господу длиною был в 60 локтей, шириною в 20, а вышиною в 30 локтей». Беда Достопочтенная пишет. «Храм построен был из поросского мрамора, белого камня, дабы отражать сияние чистоты в церкви, о которой Господь говорит в песне песней, что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами». Итак, храм длиною был в 60 локтей, шириною в 20 и вышиною в 30 локтей. Длина храма обозначает веру в Святой Церкви, которой она долготерпит среди своих дел, добра, перенося все невзгоды, приносимые нечестивцами. Ширина обозначает любовь, которой она расширяется в благочестие. Высота обозначает надежду, которой она ожидает, награды жизни небесной за дела добра, творимые в любви. Таким образом, все здесь имело символическое значение. И помните, братья и сестры, при описании построения ковчега тоже дается длина, широта и высота. И в каждом случае это указывает на ту или иную добродетель. Длина – это вера, широта – это любовь, добродетели, высота – означает устремленность к небесам, надежду. И далее мы читаем «И притвор пред храмом в 20 локтей длиною соответственно ширине храма и 10 локтей ширины пред храмом». Беда Достопочтенный дает комментарий словам «И притвор пред храмом». Вход в него был напротив входа в храм. Ширина его была 10 локтей. И смотрел он на восток. Этот притвор символизирует принадлежащих к церкви людей, бывших до воплощения нашего Господа, но не бывших лишенными веры в его воплощение. Вот что значит иметь вход в притвор напротив входа в храм. Взирая на восток, вера людей во Христа до его прихода была такой же, что и у людей после прихода его. И сердца всех верующих озаряются тем же светом благодати востока. И мы сразу вспоминаем, что рай был в Эдеме на востоке. И только по мере деградации рода человеческого они удаляются от востока на запад и как бы покидают рай с каждым преступлением, которое они совершали. А после потопа уже обнаружить рай никто не мог, который находился между тигром и ефратом, то есть в Миспотаме. Поэтому в храме была вот эта проекция, которая передавала чаяния всех людей, которые взирали с надеждой на восток. Помни о рае сладости, помни о том, что солнце движется с востока, освещая мир, и что Господь придет с востока, свет его воссияет над всем западным миром. И интересный вывод делает беда достопочтенный. Те, которые дождались пришествия Христа, и те, которые не дождались, они наслаждались Христом. Одни в своем ожидании, а другие в явлении его пришествия непосредственно. И благодать как бы одинаковая. А давайте вспомним, что Христос сказал о нас, которые живут уже после его пришествия. Блажения не видевшие, но верующие. Поэтому есть подвиг веры у того, который ждал пришествия Христа и не дождался. Есть подвиг веры у того, кто верит в Христа, уже после его вознесения на небо. Христос так и говорит. Блажения не видевшие, но верующие. И сделал он в доме окна решетчатые, глухие, с откосами. Бедодостопочтенный пишет, окна храма это святые учителя и все духовные люди в церкви. И действительно на витражах в старинных христианских храмах было принято изображать учителей и отцов церкви, через которых Свят Евангелие нам воссиял. Которым за пределами разума дается особое и более чем другим видеть сокровенные тайны небес. Когда же они публично открывают верующим то, что видели тайны, они наполняют пространство храма, как это делают окна, впуская солнечный свет. Потому и сказано, что окна были с откосами, то есть внутри более широкими, что всякий, кто узрит свет созерцания небес даже на мгновение, должен расширить лоно своего сердца очищением и приготовить его через приносящие плоды упражнения к тому, чтобы устремиться к более высоким делам. В той или иной степени каждый христианин тоже является окном, через которого свет Евангелия прорывается в этот мир или не прорывается. Как в Нагорной проповеди Христос говорит, обращаясь ко всем верующим, и тогда светит свет ваш пред людьми с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного. Но особенно, конечно, этот свет до нас доносят отцы и учителя церкви. И далее мы читаем, и сделал пристройку вокруг стен храма, вокруг храма и Девира, Девир это святая святых, и сделал боковые комнаты кругом. И далее нижний ярус пристройки шириной был в пять локтей, средней шириной в шесть локтей, а третий шириной в семь локтей, ибо вокруг храма извне сделаны были уступы, дабы пристройка не прикасалась к стенам храма. В пристройке жили священники со своими семьями, но так как люди могли оскверняться по естественным причинам, то эти пристройки не соприкасались с храмом. но здесь мы видим цифры пять, шесть, семь. Число пять указывает на пять храм Христа, которые делают нас обитателями храма и служителями его. Число шесть указывает на полноту нашего труда во имя Господа, когда мы шесть дней работаем и делаем обычные дела свои. А число семь указывает на завершенность работы, которую мы совершаем. И прежде всего на седьмой день, который в христианской традиции это воскресный день, в который мы посещаем наши храмы. А Иерусалимский храм, он был прообразом всех христианских храмов. Когда строился храм, на строение употребляемой были обтесанные камни. Ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его. О чем это? Это рассказывается о том, что только подготовленный человек может созидать христианские общины, который отшлифовался где-то в горах, где-то в тяжелых сложностях собственной жизни, а потом он прибыл к общине в какую-то местность и стал созидать поместную церковь, трудиться во славу поместной общины в той или иной степени. И хуже, когда мы необтесанными приходим в церковь, когда кто-то со своим коммунистическим прошлым врывается в церковную жизнь, с комсомольским энтузиазмом, некоторые с диссидентским прошлым врываются в церковь. Такие люди обычно, став христианами, они стремятся спасать церковь, не понимая того, что в церкви надо спасаться, а не спасать ее. И для этого в церкви есть все необходимые условия, чтобы каждый мог спастись, это святые таинства. А такие люди, они по инерции, они как бы судят по внешнему. И вот давайте посмотрим, что пишет там в России Медиаланский. Это его трактат о молитве Иова и Давида. «Христос стучит рукою, чтобы ты открыл, а противник вырубает дверь топорами, потому и написано, что ни молот, ни тесла не должны входить в Дом Божий. Вне должны оставаться гордость и обман. Не входить внутрь, от вне должны быть сражения, внутри мир, который превыше всякого ума. Пусть душа твоя не будет пронзенной железом, но войдет в железо, как душа Иосифа. Иначе главное, что в тебе есть, как бы некое скинье слово окажется разрушенным в самом начале веры и духовного познания». здесь святитель Амбросий Медиаланский со свойственным ему аллегоризмом предлагает прежний жизненный опыт оставлять за плечами и не втаскивать его в церковь, потому что он едва ли в ней кому-то пригодится. Далее мы читаем «Вход в средний ярус был с правой стороны храма». Правая сторона указывает на правильное деяние и человек, приготавляясь к тому, чтобы пойти в храм, он должен сначала выправить свои отношения с другими людьми, если он их как-то искривил. Вход в средний ярус был с правой стороны храма. По круглым лестницам входили в средний ярус от среднего в третий «И построил он храм и кончил его и обшил храм кедровыми досками и пристроил ко всему храму боковые комнаты вышиной в пять локтей. Они прикреплены были к храму посредством кедровых бревен». Итак, мы видим, что храм, как пишет Беда Достопочтенная, был построен из белого мрамора, который свидетельствовал о праведности, а внутри был обделан деревом и были кедровые бревна, на которых делали разные настройки. Надстройки для хора, для нахождения царя в храме, для нахождения детей, женщин, мужчин и так далее. «И было слово Господа к Соломону и сказано ему, вот ты строишь храм, если ты будешь ходить по уставам моим и поступать по определениям моим и соблюдать все заповеди мои, поступая по ним, то я исполню на тебе слово мое, которое я сказал Давиду отцу твоему, и буду жить среди сынов Израилевых и не оставлю народа моего». Какие полные надежды слова, но этим словам надо соответствовать и надо сказать, что не Давид, который много потрудился, чтобы храм был построен, не Соломон, во всей полности они как бы не оправдали ту миссию, которая была на них возложена. Но как люди они делали все то, что могли делать. Их труды, конечно, обладают огромной ценностью. Давид подарил нам Псалтырь, Бога вдохновенную, Соломон, несколько книг Священного Писания, и их стремление построить храм, это стремление отобразить небо на земле, потому что земной храм, он является проекцией небесного дома, Господня. И вот это желание отобразить небо на земле, оно всегда наполняет наши сердца, когда мы принимаем в строительстве того или иного храма. И Господь ставит условие, если люди будут соответствовать храму, то храм будет сохраняться. Он мог бы сохраняться и до Второго пришествия. Но так как люди не соответствовали, то первый храм Соломонов, он будет разрушен, и второй храм, который обустраивал Ирод Великий, он тоже будет разрушен. Но есть храм, который никто никогда не разрушит. Это тело Христова, церковь, о которой Христос в Кесарии Филиппове говорит, «Я создам церковь мою, и врата не одолеют ее». И в этом смысле каждый христианин это храм, ибо Дух Святой живет в нас. И мы читаем далее, «И построил Соломон храм, и кончил его, и обложил стены храма внутри кедровыми досками, от пола храма до потолка внутри, обложил деревом, и покрыл пол храма кипарисовыми досками». Почему это было обязательно делать? Потому что люди находились в храме босиком, и в зимний период стоять на холодном мраморе было бы достаточно накладно. «И устроил в задней стороне храма в двадцати локтях от края стену, и обложил стены и потолок кедровыми досками, и устроил девир для святаго святых», то есть помещение, которое имело статус святаго святых. В современном Иерусалиме вот это помещение Давир, оно находится под золотым куполом. Есть так называемая мечеть золотого купола, она является как бы визитной карточкой Иерусалима, и вот под этим золотым куполом там открытая скала. Это то самое место, где Аврам приносил жертву Исаака и то самое место, где был Давир святая святы. В 40 локтей был храм, то есть передняя часть храма. На кедрах внутри храма были вырезаны подобия огурцов и распускающихся цветов. Все было покрыто кедром, камня не видно было. Почему камни были скрыты, потому что храм это все-таки живое общение с Богом. И мертвый камень не может передать всей красоты живого общения, поэтому обшивали все деревом, которое является живым, произрастающим, и украшали резными цветами подобие огурцов, для того, чтобы это выглядело как сад, райский сад, который был в Эдеме на Востоке, ведь храм это была и проекция сада Господня. С другой стороны, призыв камня не видно было, это призыв к тому, чтобы мы, люди церковные, не проявляли бы каменной твердости, чтобы сердца наши были живые, плотяные, а не каменные, чему призывает Писание, чтобы даже отстаивая истинной веры, мы не были бы какими-то такими твердолобами, чтобы делали это с любовью, как нам заповедовали и святые отцы. Давир же внутри храма он приготовил для того, чтобы поставить там ковчег Завета Господня. Давир был длиною в 20 локтей, шириной в 20 локтей и высотой в 20 локтей, он обложил его чистым золотом, обложил также кедровый жертвенник. И обложил Соломон храм внутри чистым золотом и протянул золотые цепи перед Давиром и обложил его золотом. Золото указывало на царственное достоинство храма. Храм как дом царя, храм как сад едемский, храм как проекция небесного храма, небесного Иерусалима, храм как дом царя. И обложил Соломон храм внутри чистым золотом, протянул золотые цепи перед Давиром и обложил его золотом. Весь храм он обложил золотом, весь храм до конца, весь жертвенник, который перед Давиром обложил золото. Поэтому, когда в храме зажигали какие-то светильники, они сразу начинали отражаться от этого золота, которое было во всей внутренности по кедровому дереву. И сделал в Девире двух херувимов из масляничного дерева вышиною в десять локтей. То есть делаются изображения двух херувимов. Херувим по-еврейски это круф. Это слово созвучно с арамейским круфья. Круфья это как дети. То есть эти херувимы были с детскими лицами. Этим подчеркивалась чистота этих небесных жителей. И когда в христианской иконографии херувимчиков изображают в виде младенцев, на самом деле это прямое понимание библейского текста, где слово круф и означает как дети. Круф я. И очень забавно когда у свидетелей Иеговы в их журналах херувимов изображают бородатыми. Может быть они подчеркивают как бы мужественность их. На самом деле они имели детские лица. Это признают и христианские экзегеты и иудейские экзегеты. И сделал в доверии двух херувимов из масляничного дерева вошиною в 10 локтей. Одно крыло херувима было в 5 локтей и другое крыло херувима в 5 локтей. 10 локтей было от одного конца крыльев его до другого конца крыльев его. Помните призыв Христа «Будьте как дети». Ведь Христос говорил, скорее всего, на армейском с простыми людьми. Это звучало именно «Круфья». Поэтому эти слова можно перевести «Будьте как ангелы». Они синонимичны. Круфья «Будьте как ангелы», «Круфья «Будьте как дети». В 10 локтей был и другой херувим, одинаковые меры, одинакового вида были оба херувима. Высота одного херувима была 10 локтей, также и другого херувима. 10 локтей указывают на святость, потому что закон Божий состоит из 10 заповедей. Это призыв уподобиться святости этих херувимов, как Христос ставил детей среди апостолов и говорил, «Если не будете как дети, а это синонимично как ангелы и наоборот, то не войдете в Царствие Небесное». Высота одного херувима была 10 локтей, также и другого херувима, и поставил он херувимов среди внутренней части храма крылья херувимов были распростерты и касалось крыло одного одной стены, а крыло другого херувима касалось другой стены, другие же крылья их среди храма сходились крыло с крылом, и обложил он херувимов золотом». Вот такое огромное изображение херувимов с детскими лицами, они как бы своими распростертыми крылами защищали находящихся в храме, и так как крылья прикасались к стенам, другие, то они как бы обеспечивали защиту тем, которые рядом с храмом, или в молитве обращают свои лица к храму, как известные иудеи, после построения храма они молились на храм. И даже пророк Даниил, когда храм был разрушен, он открывал окна на Иерусалим, на храм, и молился в этом святом направлении. «И построил Соломон храм и кончил его, и обложил стены храма внутри кедровыми досками, от пола храма до потолка внутри обложил». Вот это то, что мы уже прочитали, и 28 стих, «И обложил он херувимов золотом», то есть все, и доски, и пол, и потолок, и херувимы, все было покрыто золотом. «И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых дерев, распускающихся цветов внутри и вне, и пол в храме обложил золотом во внутренней передней части». Здесь мы видим, что в храме были изображения того, что на небе вверху херувимов, и того, что на земле внизу распускающихся цветов и пальмовых дерев. Хотя есть заповедь в 20-й главе книги «Исход», где прямо сказано «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и того, что на земле внизу». Но эта заповедь не относится к священным изображениям. Почему? Потому что это заповедь против кумиров. не делайся кумира и никакого изображения подобного кумира, того, что на небе вверху или на земле внизу. Иначе было бы противоречие с этим повелением Бога сделать изображение и того, что на небе вверху, и того, что на земле внизу. Причем это было на всех стенах храма кругом. Херувимы изображение дерев, распускающихся цветов внутри и вне. Для входа в Давир сделал двери из масляничного дерева с пятиугольными косяками. На двух половинах дверей из масляничного дерева он сделал резных херувимов и пальмы и распускающиеся цветы и обложил золотом, покрыл золотом и херувимов и пальмы. Надо сказать, что всю эту работу выполняли два мастера, во главе которых стоял некий Весельил, и эти мастера получили духа святаго для совершения этой ответственной работы. У входа в храм сделал косяк из масляничного дерева четырехугольный, и две двери из кипарисового дерева, обе половинки одной двери были подвижны, и обе половинки другой двери были подвижны, и вырезал на них херувимов и пальмы и распускающиеся цветы и обложил золотом по резьбе. Я думаю, каким-нибудь свидетелям Иеговы или там баптистам было бы очень неуютно в этом храме, где и на дверях, и на стенах, и везде отовсюду на них смотрели изображения херувимов, эти детские лики, изображения этих цветов радовали бы или печалили их взор пальмовых деревьев, то есть ни в одном православном храме на самом деле нет изображений вот везде, они в основном в передней части. А тут на всех стенах храма кругом, на всех дверях. И вырезал на них херувимов и пальмовые распускающиеся цветы и обложил золотом по резьбе. И построил внутренний двор из трех рядов обтесанного камня и из ряда кедровых брусьев. Внутренний двор, то, что он был разделен, здесь была причина, там была часть двора предназначенная для певчих, левитов, они в основном стояли на ступеньках храма, есть такие песни ступеней в псалмах Давида. Сначала одна ступенька пела, потом другая, потом третья и так далее, а потом все вместе начинали петь. Потом для верных, для иудеев, и был Соломонов такой притвор для язычников, которым разрешали войти и вот так издалека смотреть на великолепие храма. и построил внутренний двор из трех рядов обтесанного камня и из ряда кедровых брусьев. В четвертый год в месяц Зив, в месяц второй положил он основание храма Господа, а на одиннадцатом году в месяце Були, это восьмой месяц, он окончил храм со всеми принадлежностями его и по всем предначертаниям его строил его семь лет. Число семь означает полноту в таком человеческом понимании, и в то же время число семь указывает на благодатную полноту, а совершенное число это число восемь, которое вводит нас уже в храм небесный, а храм таким образом, то, что он строился семь лет, он является тем сооружением, которое приближает нас к восьмому дню, поэтому тот человек, который часто ходит в храм, участвует за богослужениями, он уже как бы становится причастниками восьмого вечного дня, незаходимого дня, который однажды начавшись, уже не прекратится никогда. Псалмопевец Давид не дождался построения храма, но в его псалмах мы находим слова, смысл которых не лежит на поверхности, Давид восклицает «Возрадовалась душа моя о сказавших мне пойдем в дом Господен». на самом деле дословно там звучит несколько иначе. «Возрадовалась душа моя о сказавших обо мне», то есть видя, что он старый, скоро умрет, «скоро пойдем в дом Господен». Давид понимал, что он препятствует для построения храма, потому что он много воевал, но он радовался тому, что у него есть сын, который построит храм, и он радовался за тех людей, которые, видя его ветхость, с радостью говорили, «О, скоро пойдем в храм Божий, вот Давида не будет, будет мирный царь, и он построит храм». То есть никакого эгоизма религиозного не было у Давида. Вот это трудно понять такую его радость, но это была радость и о том, что он послужил все-таки фундаментом для построения храма. Этот город Иерусалим уже в его дни назывался город Давидов, потом он договаривался с царем соседних земель завозить кедр для построения храма, он сделал чертеж, каким будет этот храм, то есть он жил этим событием, которое он не увидит, но которое принесет радость израильтянам. Известно, что преподобный Серафим Саровский ни разу не был в Дивеевской пустыне, я имею в виду ту часть, где жили сестры-монахини, но он руководил построением каждой части, этого места. Он знал, сколько ступенек тут, сколько ступенек здесь, понимая, что как мужчина-монах он туда не пойдет, но преподавая благословение сестрам, он радовался за них, что они там увидят это великолепие, дом, посвященный Деве Марии. Давид в пятом псалме восьмой стих восклицает, «И я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем». Он вошел в небесный храм, в небесный Иерусалим и оттуда с радостью взирал, как его сын Соломон мирный Шламо строил храм семь лет, А Давид, покинув этот мир, вошел в вечный восьмой день, день незаходимый, день Божий. Если мы будем живы и Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать седьмую главу третьей книги Царства.